Мы не будем говорить сегодня о болезнях, ну не совсем, да, потому что наша продукция является поддерживающими программами, наша продукция является профилактирующими программами, которые могут предупредить любые заболевания и позволить нам оставаться очень долго молодыми, самое главное, очень долго здоровыми, потому что, знаете, женщине столько лет, насколько она выглядит, мужчине столько лет, насколько он себя чувствует. И сегодня мы как раз поговорим на эти темы, о тех возможностях, которые нам дает наша продукция, наша линейка FitLine. И что я вам хочу сказать, что этот формат у нас планируется на постоянной основе, у нас сейчас будет открыт чат, поэтому, пожалуйста, можете писать свои, конечно же, обратную связь, вы можете писать свои вопросы. Уже в компанию поступило ряд вопросов по различным, ну скажем так, вопросам по здоровью, вопросам по проблемам, которые есть и которые мы можем объяснить, как правильно подключить продукцию FitLine, как так, чтобы это все произошло намного быстрее. Поэтому на те вопросы, которые мы успеем, сегодня у нас формат 45 минут, поэтому будем отвечать емко, будем отвечать грамотно. И знаете почему? Потому что у нас на нашем прямом эфире будет присутствовать штатный эксперт, это Людмила Ткачук. И вы получите, больше чем уверенно, получите ответы на свои вопросы, и вы поймете концепцию компании, концепцию нашей технологии, технологии НТС. И вы поймете, как правильно рекомендовать, как правильно подбирать, как правильно, в принципе, говорить о нашей продукции для того, чтобы ваши кандидаты, ваши клиенты, ваши друзья, ваши близкие, ваши родные, ваши партнеры все больше и больше, знаете, прониклись доверием, проникались доверием в продукции, были быстрее здоровыми и помогали не только себе, но и своим близким. И прежде чем, конечно же, мы начнем отвечать на вопросы, я сегодня буду модератором, меня зовут Наталья Черниенко, кто меня видит первый раз, я являюсь золотым президентом, дистрибьютором, партнером компании PM International в ранге «Золотой президент». Я хочу вам сказать больше, что я не доктор, я не химик, не биолог, я не связана с медицинским миром, но я более 13 лет развиваюсь в направлении здоровья, направлении wellness, и мне очень нравится делать на эти люди, во-первых, свое здоровье, поддерживать своих близких и делать людей не только счастливыми, но еще здоровыми, ну, наверное, на всей сейчас планете Земля, потому что компания открыта в 40 странах, и это не мешает мне рекомендовать продукцию абсолютно, для этого не нужно быть доктором, потому что в компании есть ученый совет, который может, вы можете обратиться, у нас есть специальная группа ваших бэк-офисов, где вы можете написать запрос о том, что, как правильно подобрать программу продукции Fitline, для того, чтобы это было более быстро, более эффективно, для того, чтобы это было более, ну, более продуктивно, я бы сказала, вот, и плюс ко всему, в каждой стране есть свой штатный эксперт, и Украина – это не исключение, у нас тоже есть свой штатный эксперт, и это врач-терапевт, это инфекционист, это реаниматолог, стаж более 29 лет, более 6 лет, Людмила Ткачук работает с продукцией Fitline, у нее есть свои наработки, у нее уже есть опыт, у нее уже есть знания, какой продукт порекомендовать, в каком направлении, я вам хочу сказать, что она не только занимается, ну, помимо того, что есть образование, которое позволяет рекомендовать продукт, позволяет понимать доверие о том, с каким, ну, доверие к рекомендациям Людмилы Ткачук, потому что она еще прошла обучение, обучение в Германию, ведущего доктора Тоби Сатюна, и так я хочу представить к вашему вниманию нашего штатного эксперта, это врач-эксперт научного совета PM International Людмила Ткачук. Добрый вечер, дорогие друзья, как меня видно, слышно, все в порядке? Да, все прекрасно, все видно, вы, как всегда, вы свежи, и с каждым разом, когда я вас вижу, вы становитесь все моложе и моложе, я помню наше первое знакомство два с половиной года назад, и сейчас вы просто, знаете, вы выглядите просто потрясающе, любуюсь с вами, с удовольствием прислушаюсь к вашим рекомендациям, слежу за вашими эфирами, и очень люблю слушать тогда те выступления, которые вы, знаете, даете, оказываетесь нам честь, и рассказываете о том, как можно поправить свое здоровье, как можно продлить наше долголетие. Спасибо, Наталья, взаимно, мне очень приятно вас видеть и всех видеть в нашем эфире, и спасибо администрации, что започаткувала, ну, запровадила, как по-русски, начала такие вот эфиры, чтобы, конечно, мы могли лучше знать, как пользоваться продукцией FitLine. И сразу хочу вас попросить, дорогие друзья, оставьте лечение врачам, но не беритесь вы лечить людей. Это, ну, большая ответственность, это большие знания, это такой груз серьезный, знаете, и можно иногда даже час решает время, ну, плюс или минус будет положительный или отрицательный эффект в лечении. Иногда время идет на минуты, и когда я получаю от вас иногда письма с желанием, я понимаю, искренним помочь. Но все-таки есть моменты, когда мы должны доверять врачам. И я хочу, чтобы мы эти моменты сегодня немножко оговорили и понимали, что продукт FitLine – это продукт дополнительного питания. По сути, это концентрированная, высококачественная, сбалансированная по компонентам еда. Это то, что мы могли бы есть, если бы жили лет, наверное, сто назад, ну, то есть и временной фактор по качеству продуктов, и в то же время гигиена, водопровод, наше понимание того, что мы едим. То есть если бы совместить много факторов, то мы могли бы, в принципе, все получать, что нужно нам из еды. Как я недавно услышала от одного, одна женщина, она мне писала в мессенджере вопрос и говорит, но ведь раньше люди ели рыбу и получали достаточно той же омеги, там покупали продукты на рынке и не болели так, как мы и не нуждались в дополнительном питании. Ну и мой ответ, конечно, что сегодня подавляющее большинство людей не видит рыбу, которая была хотя бы 20 лет назад, не имеет к ней доступа. То же самое касается доступа к качественным продуктам в плане… Качественный не значит свежий и вкусный. Качественные в плане поддержки нашего здоровья – это наполненные смыслом, наполненные микро- и макронутриентами, то есть теми питательными веществами, из-за чего, в принципе, мы и должны есть. Не чтобы побаловать свои рецепторы, наполнить желудок, а для того, чтобы из еды взять полноценные компоненты пищи. И от того, что изменились условия выращивания еды, поглощения, хранения, транспортировки, а потом и приготовления поглощения еды, плюс изменились условия жизни нашей, количество стрессов, количество загрязнений химических, и воды, и воздуха, и той же еды, и засилие электромагнитных волн, и многое-многое другое, вы всё это можете сами перечислить, мы понимаем, что поскольку условия изменились, изменилось питание, значит, повышены требования к организму нашему, и нужно больше нутриентов, которых в еде всё меньше и меньше. И возникает такой дисбаланс питательных веществ, нужно больше, потому что, вы понимаете, время жизни изменилось. У кого есть дети, точно знают, что во время моего детства у меня были другие условия, чем в детстве у моих детей. И это большие нагрузки, большая ответственность организма перед будущим. И поэтому, если мы это понимаем, и количество нутриентов нам нужно больше, а в питании их меньше, вот этот дефицит мы и компенсируем дополнительным клеточным питанием фитлайн. Многие компенсируют, даже я не скажу компенсируют, пытаются компенсировать биологически активными добавками. Я 20 лет занимаюсь нутрициологией с 2001 года. Сейчас, извините. И с тех пор всё больше и больше, и практически я каждые полгода слышу новые компании, новые предложения. И это повторение хорошо изученного старого, что взяли какие-то компоненты, спрессовали в таблетированные или запаяли в капсульные формы, и предлагаются в качестве биологически активной добавки, тоже добавки к питанию. Но поскольку сырьё качественное не всем сегодня доступно компаниям, это очень большая ответственность производителя вкладывать в свой продукт качественное сырьё. Плюс сама физиология наша требует, чтобы мы чувствовали то, что мы закладываем в себя. Должен быть вкус, должна быть консистенция, удовольствие от приёма. И тогда мы воспринимаем, наш мозг воспринимает это как еду. И когда мы даём качественное питание себе, и это питание в лице FitLine ещё и высоко доступно для наших клеток, то есть высокое биоусвоение 98%, то наши клетки, независимо от условий пищеварения, могут получить эти нутриенты. И поэтому мы должны рассматривать FitLine исключительно как дополнительное клеточное питание, не как лекарство. Я на этом настаиваю. И знаете, если бы научный совет, именно немецкий, увидел, какие вопросы вы часто задаёте, они бы, наверное, не поверили в то, что можно на уровне серьёзных диагнозов обращаться к FitLine как за лекарственной помощью. Понимаете, очень часто нужно совмещать, потому что мало людей вот таких осознанных, серьёзных. Мы с вами, это большое количество нас окружает людей, потому что мы партнёры, общаемся с единомышленниками. Но на самом деле очень много людей, не понимающих, что организм – это потрясающая био-машина, механизм, который может всё разрулить самостоятельно. Если, так же, как и у механизма, будут отлажены все системы, будет заправлено топливо, будет вовремя произведён техосмотр, ремонт, если нужно, запчастей, вовремя. И поменять наш механизм, наш организм мы не сможем. Мы живём всю жизнь в одном теле. И заботиться о нём – задача каждого из нас. Не думайте, что если вы обратитесь к доктору, доктор сделает вас здоровым. Даже FitLine вас не сделает здоровым, если вы больше ничего не измените в своём образе жизни. Поэтому давайте мы будем рассматривать FitLine как исключительно просто потрясающее клеточное питание. Потрясающее, действительно, непревзойдённое. Ну, я просто уже 20 лет изучаю разные нутриенты. И это великая благодарность и низкий поклон создателям за вот такие чудесные напитки, коктейли, которые внесут на себе всё, что нужно нашим клеткам. И как раз с помощью такого питания FitLine клеточного мы и можем компенсировать дефициты и выводить организм на саморегуляцию. Только ещё один момент, знаете, когда вы пишете письма, вот то, что Наталья сказала в своём бэк-офисе, каждый из вас имеет возможность на первой страничке, кто не знает где, спросите у того, кто вас пригласил в нашу компанию, пролистайте первую страницу, и внизу на синем фоне будет строчка «Спросите эксперта». И вы можете написать свой вопрос. Там, к счастью, нельзя прикрепить анализы, результаты анализа, фотографии, потому что научный совет PM International не разрешает, как я уже говорила, заниматься лечением. Хотя мы все это очень любим, и мы видим очень много правды и результатов, но мы это списываем на FitLine только, а на самом деле я всегда призываю менять образ жизни и FitLine использовать как дополнение к правильному питанию, к физическим нагрузкам, к мышлению позитивному, к качественному, сну и так далее. То есть всё, о чём я часто говорю, рассказываю. И поэтому, когда вы пишете запросы, каждый я вам рекомендую, не просто, знаете, мне часто сбрасывают, как я говорю, домовую книгу, там 10 сразу мужчина-женщина, и диагнозы, и диагнозы, там, знаете, устаю читать, и всем дать рекомендации. Я вас прошу просить писать в письме по одному запросу, тогда вам будет легче этот же запрос перенаправить тому, кто интересуется. А во-вторых, когда вы пишете мне просто диагноз, знаете, имеют право все болеть. И у меня иногда уже, извините уж, такой, знаете, вообще врач всегда имеет такое критическое мышление оценочное, и часто, когда у меня там по 10-15 писем за день приходит, и я иногда так, может быть, кому-то из вас пишу, больной вообще лежачий, или он занимается активно, или он активно живёт, работает. Понимаете, диагноз – это просто диагноз. Люди разные, первоначальное здоровье разное у всех, возраст, пол, чем занимается человек, как он физически ли работает, есть ли сопутствующие диагнозы. Это всё имеет значение. Какие он лекарства принимает? Поэтому не рассчитывайте, когда вы пишете на сайт компании, что вы получите доскональный ответ, потому что все факторы нужно именно врачом учитывать, учитываться, который вас видит, который видит результаты ваших исследований, который вас ведёт, слушает вас, слышит ваш запах, видит цвет вашей кожи. Знаете, я много лет проработала в приёмном отделении, и когда из скорой выводили больного, я говорила вслух диагноз так, вот просто говорю это, и 90% случаев по походке, по телосложению можно было предсказать диагноз. Поэтому давайте будем сами как бы ответственны, брать ответственность за своё здоровье на себя лично, за своих детей брать на себя лично ответственность, потому что дети не могут выбрать и сказать, что да, я хочу это или другое. Часто за родителей приходится брать ответственность, потому что не у всех есть возможность проанализировать современную информацию, платить в то же время наши продукты. Поэтому вот все, кто меня сегодня слушает, берите на себя ответственность, давайте вместе создавать здоровое общество. И сейчас я хочу, чтобы Наталья, да, у нас есть целый ряд там вопросов, но я не думаю, ну, Наталья сейчас ориентирует нас, на какие мы будем отвечать. Да, спасибо, Паша, спасибо, Людмила, за ваше разъяснение, потому что действительно говорю, если вам надо лечиться, лечить, если вам нужно ещё лечение стационарное или традиционное, назовём это, медицины, конечно же, обращайтесь к лечащему доктору. Единственное, что я сюда добавляю, знаете, ваша задача найти квалифицированного доктора, который как минимум поставит правильный диагноз, ну, а как максимум назначит правильное лечение. Кстати, Наташа, извини, правильный диагноз, нас учили в институте, это половина лечения, половина. То есть если вы знаете диагноз, в принципе, протоколы очень многие, и действительно ругать медицину по одному-двум врачам, может быть, на них вы попали, не стоит. Есть очень много классных специалистов, крутых специалистов, которые могут помочь. И бывает лекарственная терапия, бывает даже операция, если она необходима, может с мёртвой точки как бы столкнуть, сдвинуть заболевание, и потом с помощью Фитлайн мы сможем максимально, ну и вырастить новые органы, но максимально, что организм на сегодня способен воссоздать, он сделает наш продукт. Абсолютно верно. Поэтому это действительно так, абсолютно это правильно. И да, мы не можем там, может быть, что-то, если, знаете, вам операция нужна была вчера, то её сделайте, и Фитлайн поможет это поддержать и продлить, насколько можно, продлить ваше долголетие и восстановить как можно ваше здоровье. Ну, Людмила, тут поступил вопрос из студии. Немножко, прежде чем я перейду к вопросам, которые нам поступили заранее, мы готовились к нашему эфиру, поэтому сделали запрос заранее. Кто, знаете, кто первый дал вопросы, те будем рассматривать в первую очередь. Все ваши вопросы вы можете не переживать. Все вопросы, которые вы пишете в чате, они у нас фиксируются, и они будут поданы в следующем эфире. Поэтому мы всё помним, мы всё видим. Не переживайте, если вы не получите ответ сегодня, вы получите это в следующий раз. А, возможно, отвечая на чей-то диагноз, Людмила ответит и на ваш вопрос. Ну, вот такой ещё вопрос из студии. Это очень правильный вопрос. Знаете, как штатному эксперту, который уже очень более шести лет применяет продукцию Фитлайн, то есть рекомендует продукцию Фитлайн, как поддерживающую программу, как устанавливающую. Какие же продукты вы пьёте на постоянной основе и рекомендуете людям пить на постоянной основе, ну, скажем так, в принципе, независимо от возраста, ну, назовём такой средний возраст. Не юноши, там, подростки, а вот уже, скажем, ну, относительно взрослого человека. Среднего возраста. Средний возраст, да, это считается от 20 до 60 лет, когда обменные процессы не затухают, как у 20-летнего, так и у 60-летнего человека. Обмен веществ правильный, идёт нормально. Просто вы себе склонны приписывать по возрасту там некоторые заболевания. Ну, смотрите, насчёт того, что принимаю я, всё как бы очевидно от создателей рецептуры, от создателей Фитлайн. Программа «Жизненный тонус». То, что я хочу получить, то я и использую. Использую программу «Жизненный тонус» на постоянной основе. Это оптимальный сет плюс харду или омега и Q10 по отдельности. То есть это ежедневные продукты, это всего лишь два коктейля в день обязательных. Это как бы программа минимум. И, конечно, поскольку я не могу себе отказать во вкусных и полезных продуктах других Фитлайн, я использую, вот сейчас я пью бьюти с омегой. Вот это у меня такое в 5-6 часов вечера, немножко сегодня позже, я пью этот продукт вечерний. Днём я люблю выпивать «Цельшутц», тоже отдельный, он мне очень нравится сам по себе, по вкусу. И вечером я выпиваю, к рестерейту я часто добавляю гелинг-фит, как профилактику, проблем с опорно-двигательным аппаратами. Кстати, до программы «Фитлайн» у меня был хруст в составах, у меня были какие-то вот такие вот первые звоночки. Сейчас этого нет, я занимаюсь активно любительским спортом, хожу в зал, бегаю по утрам. То есть вот мы недавно заметили, были в гостях и в таком элитном доме, высотном, и лифт ремонтировали. И мы на 9-й этаж с сумками, мы поднялись за 2 минуты с мужем и даже не заметили. Мне это было очень интересно, знаете, настолько другая выносливость. Что касается всех от 20 до 60, точно так же я рекомендую минимум программу, если это до 35 лет и вы хотите сэкономить, то, возможно, это оптимальный сет. Если это 30-35+, то обязательно уже добавлять Омега и Q10, и это для профилактики, потому что очень часто Омегу нужно раньше использовать и рекомендации такие с Q10 при заболеваниях, когда нет энергии для восстановления, для реабилитации, после операции, тоже значительно раньше можно и нужно использовать, потому что Омега и Q10 это то, в принципе, что входит в обменные процессы, в нашу структуру наших клеток, абсолютно природно-физиологично, и мы не можем этим навредить. А всё остальное, вы знаете, если вы начнёте к себе прислушиваться, не просто я часто вижу, знаете, у человека проблема, пишет мне консультацию, на консультацию запрос, очень много серьёзных проблем, и вижу, что перечислено всё абсолютно, что есть в программе FitLine, и человек говорит, что же мне ещё нужно добавить. Иногда нужно не добавить, а убавить что-то, а иногда нужно повысить просто дозировки, потому что часто мне пишут, пью там два года на постоянной основе одну третью дозы, и при этом человек имеет уже деструкцию в тканях, то есть изменение ткани, разрушение, например, хрящевой ткани, избыточный вес. То есть, знаете, я сравниваю это с тем, что человек догоняет уже ушедший поезд. Уже не профилактика, одна третья, это даже мало для профилактики, понимаете, это так мы делим, чтобы сэкономить, и чтобы как бы хоть что-то я пью. Но на самом деле научный совет не просто так ест свой хлеб, поверьте, не просто так они почти уже 30 лет работают в компании, и в компанию их принимали уже с заслугами, они уже состоявшиеся были специалисты, и имея 30-40-летний опыт и более за плечами изучения нашего организма, то есть изучения именно в научной плоскости, но они же не просто так создали нам вот эти дозировки, там 35 капель омеги, профилактическая дозировка, и когда мне тоже задают вопросы, а вот мой врач считает, я очень уважаю мнение врача, но я на себя не возьму как бы такую ответственность спорить с научным советом, потому что как минимум там 150 докторов наук ну точно знают больше, чем каждый из наших врачей, даже вместе взятые, потому что это наука, это исследовательская деятельность, это клинические наблюдения, это выверенные дозировки, это полностью контроль качества нашего продукта и гарантия качества, и поэтому, знаете, если нам предложили такое, знаете, уникальное вообще, по сути, вот мы до конца, может, не все понимают, что нам настолько облегчили наше существование, жизнь и поддержание нашего здоровья, что мы можем, знаете, если раньше я работала с БАДами, и это были, ну, от руки, от ноги, от головы, там, это были разные-разные таблетки, капсулы, это нужно было смешивать, это под, следы, я сама это начинала и бросала, и когда у меня там на полке в кухне что-то выходило из срока годности, я говорю, фух, я со спокойной совестью выбрасывала, потому что я не, как бы не находила в себе возможности тратить такое количество времени в течение дня, чтобы это скомбинировать и выпить. Что касается фитлайн, даже самые занятые люди просыпаются утром, позже, но все равно они просыпаются, и даже самые занятые люди ложатся спать. После пробуждения и перед сном два коктейля может выпить каждый человек, и на это требуется одна минута времени. Поэтому не нужно себя теперь уже говорить, что мне некогда там или я не знал, я думаю, что для нас это, ну, просто на сегодняшний день точно лучше нет, что будет завтра, мы не знаем, но мы живем сегодня и строим свое здоровье и сегодня, и на завтра, и поэтому сегодня все это надо, вот как Наталья говорила, если вчера нужно было прооперироваться, да, может быть, вчера надо было начинать пить фитлайн новичкам, но, знаете, я всегда говорю, спасибо, что я об этом узнала. Вот когда узнала, спасибо, а теперь продолжаем уже со знанием это использовать. Абсолютно верно, да, именно это меня и прельстило, вот эта простота применения, потому что вот то, что вы рассказываете, я точно так же выгребала со своих полок, я думала, что я бады-то раньше не ела, оказывается, я их ела, какие-то клетчатки, какие-то там, ну, что-то там магний или что-то еще, но только он был невкусный, неудобен в употреблении, я действительно выбрасывала, вот я вспомнила свой путь точно такой же. Хорошо, еще в обзорных вопросах есть такой вопрос, я думаю, что его стоит осветить сегодня, прежде чем перейдем к конкретике. Есть ли аллергия на медикаменты, не повредит ли фитлайн или как поможет фитлайн? Смотрите, давайте сразу определимся, что фитлайн – это еда, и если вам не запрещено есть, пока что я до аллергии хочу подойти, то, вот, например, говорят, после операции или при каких-то заболеваниях можно ли фитлайн? Если вам не запрещено есть, в принципе, да, сказали, не есть, два дня вообще ничего не есть, то я даже тогда разрешаю понемножку, потому что, когда запрещено, после операции на брюшной полости, не нужна там еда, чтобы не было перистальтики, чтобы прошло заживление и так далее. Я даже тогда понемножку разрешаю. Но, в принципе, если мы можем кушать и должны кушать для того, чтобы были жизненные силы, то фитлайн, соответственно, принимать можно. Что касается аллергии, то хочу сказать, что все наши продукты, они высоко очищены от аллергена. Это не просто смешанные травы или какие-то комплексы, перемолотые, перетёртые в нашем понимании. Чай из ромашки, ромашка, собранная возле трассы, высушенная и измельчённая. Это не так. Это высоко очищенные ингредиенты. Это обязательно, если даже это цветные, вы видите, коктейли яркие, это не значит, что у вас будет аллергия, если она у вас была раньше на красное. И просто единственное предложение людям, которые хотят избавиться от аллергии, начинать эти продукты с небольших, с минимальных дозировок. И всегда я рекомендую не принимать сразу комплекс. То есть сразу начинать 3-4 продукта. Не нужно. Всегда начинайте с того, что точно не вызовет аллергии. Например, омега, например, или Q10. Начинайте вот по одному продукту, вводите, неделю наблюдаете за собой. На омегу все в порядке, вводите дополнительно Q10. Увидели аллергию? Или снижаете дозировку, до минимальной еще меньше, или на несколько дней убираете. Пробуйте еще раз. Бывает, что на второй раз уже нет проявлений. То есть организм как бы так перестраховался, напомнил вам, что все-таки у меня есть какие-то проблемы. Но со второго раза бывает проходит. Не проходит, откладывайте на время, потому что через месяц, через полтора может уже быть хорошая реакция организма. И точно так же любой продукт. Понемножку разводите в большом количестве воды, делите порцию, там, например, вы берете мерную ложечку актива и заберите пол ложечки утром, пол ложечки днем, понемногу. И вот этот принцип понемногу дозировано и по одному продукту вводить. Начали один, нормально переносите, добавили следующий, два хорошо переносите, добавили третий и так далее. И от аллергии это точно такая же поломка и нарушение здоровья, как и любые другие болезни. И с ними нужно прощаться с аллергиями. С ними не надо мириться. И продукт FitLine тоже в этом очень хорошо помогает. Тогда еще все-таки по продолжению в контексте тоже дать вопрос, я думаю, что он как раз будет отвечать на многие запросы. Вот это частое возражение, я тоже его, кстати, получаю очень часто. Вот прежде, чем пить витамины и минералы, нужно очистить организм и вот пройти там программу детокс. Вот это просто распространенное такое как бы возражение или предубеждение, как угодно это ли мнение, знаете, какое-то вот очень частое у людей. Поэтому, каким образом это работает с продуктами FitLine и служит ли база, например, оптимальный сет, такой же как бы и очистка, и восстановление, можно ли вот с него, это как рассматривать, как очистительно-восстановительный комплекс, вот прежде, чем принимать. Это просто замечательный вопрос, спасибо, Наталья, потому что, ну правда, вот когда я 20 лет назад начала заниматься нутрициологией и первые были БАДы, действительно, вот тогда еще говорили о том, что ну какой же смысл принимать минералы, витамины, если там у тебя и паразиты, и слизь, и воспаление, надо сначала хорошенечко так месяца, лучше два почиститься, потом восполниться, потом антиоксиданты защититься, и ты огурчик, и как бы какое-то время все хорошо. На самом деле с точностью до наоборот. Мы ходим в туалет каждый день, наверняка, я точно знаю, и точно так же происходит, и кушаем каждый день, и моемся каждый день, точно так же и потеем там и так далее, точно так же происходит в наших клетках, происходят процессы и утилизации токсических продуктов обмена, потому что в клетке вырабатывается энергия, и все, что после образования энергии, не бывает, чтобы что-то без остатка исчезало. Когда белки, жиры, углеводы идут на построение новых клеток, на выработку энергии, всегда есть остатки химических процессов, которые выбрасываются в межклеточную жидкость и должны утилизироваться. Другой запах пота, цвет мочи, в туалет чаще, может быть, человек ходит и так далее. То есть даже, кстати, могут быть какие-то обострения на первых этапах, немножечко ухудшение симптомов и ни в коем случае нельзя бросать. Люди говорят, ой, стало хуже, брошу. Ну так вы же ничего не поменяете, будете все то же самое, только будет нарастать. Почему обострение? Потому что начинает клетка, вот как в нашем условном понимании, очищаться, то есть выбрасывать продукты обмена. Улучшается кровоток, улучшается движение вот этих продуктов обмена, то есть они начинают двигаться по лимфе, выводиться из межклеточной жидкости, выводиться на слизистые, и поэтому могут обостряться там желудочно-кишечные проблемы, могут возникать какие-то там эрозии на слизистых в ротовой полости, по гинекологии, то есть какая-то сыпь может появляться, потому что токсины, условно, токсины, все продукты обмена, которые застаивались, измененные клетки, продукты воспаления в клетках, они начинают, мы же хотим, чтобы они ушли. Мы же, когда дома убираем, мы же не складываем мусор в уголке, мы же выносим это из дома, из организма нужно, организм хочет от этого избавиться, и поэтому во время уборки, во время как бы детоксикации, выведения паразитов, там назовем это так, клетка должна получать качественное питание, потому что если клетка в межклеточную жидкость сбросила грязь, а потом открываются поры клетки, чтобы запустить питание, это тоже сегодня, а питания нет, та же грязь тоже может повторно попадать, и клетка будет все короче и короче ее жизненный цикл, и это как рассказывается на долголетии, потому что у каждого человека как бы запрограммировано количество деления клеток, и клетка может, например, здоровая делиться через 120 дней, а если она не получает достаточного ресурса для деления, она поделится через 90 дней, и мы сами себе на 30-20% сократили количество лет жизни, и поэтому и очистка, и питание, и защита от вирусов, мы что, хотим защищаться от вирусов через 3 месяца, когда почистимся, или сегодня? Это все должно быть одновременно, и поэтому наши комплексы таким образом и продуманы, что в нашем оптимальном сете есть и клетчатка, и растворимая, и нерастворимая, потому что она несет разную функцию на себе, и сразу параллельно микрофлора, которая будет заселять кишечник, и сразу антиоксиданты, которые будут защищать клетки от окислительных процессов, и сразу питание для клеток, витамины, минералы, полифенол и так далее, то есть все в комплексе, поверьте, клетки ваши разберутся, организм направит куда нужно и стройматериалы, и программы детоксикации, и антиоксиданты, куда нужно, и еще один момент, не ждите, вот часто мне пишут, принимаю, эффекта нет, позвольте, вы же вложили в себя, все эти питательные вещества поступили, а теперь уже куда они пойдут, знаете, не зависит от нашей силы, вот как мы хотим, вот хотим на похудение, возможно, сейчас у организма задача, где-то сосуды вот-вот истончились, вот-вот порвутся, и нужно там укрепить стенку сосудов, возможно, где-то формируются какие-то злокачественные клетки, нужно там усилить иммунитет, где-то воспалительный процесс и так далее, то есть идёт последовательно этапы производства, просто, знаете, как раньше было в рекламе «А ты налей и отойди», вот то же самое, вы выпейте и не мешайте организм, пусть работает как ему нужно, добавьте количество воды, добавьте количество физических упражнений, качественный сон, позитивное мышление и достаточное количество ресурса, достаточное, не, знаете, не из пушки по воробьям, не вот так вот, как будто вы что-то пьёте и разделили оптимальный сет на три месяца на двоих в семье, ну и как бы такой же и результат. Ну да, у нас теперь, это у нас сейчас анекдот, но вообще-то взято из жизни, пьём ваш пакетик уже всей семьёй всю неделю, семья из пяти человек, что-то не работает в ваш пакетик. Результата нет. Результата не видим. Да, это именно об этом, абсолютно верно. Да, спасибо огромное за разъяснение, кстати, визуальность тоже новая, как объяснять людям, это тоже очень полезно. Ну что ж, время перейти к вопросам, которые были. Буду озвучить вопросы те по первенству, которые поступали в компанию. Ещё раз напоминаю, вы можете писать в чате ваши вопросы, если получили ответы и какой-то нужно уточняющий момент, конечно, можете написать, но я думаю, что вы получили даже с верхней меры. Мы все вопросы рассмотрим обязательно и дадим их в следующем эфире. Ну что, давайте рассмотрим такой вопрос, потому что вот часто, очень часто эти вопросы, тоже я с этим сталкиваюсь, как применять продукцию при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы. Да, правда, это в последнее время такая частая патология и, к сожалению, там формируется, вообще при ауто, почему формируются аутоиммунные состояния, ауто собственные, иммунные, то есть иммунитет работает против собственных тканей, хотя наша, представьте, армия с границ развернулась внутри государства и наступает, то есть наш иммунитет должен защищать нас от внешних врагов, от внутренних, если это там вирусная инфекция, там паразитарная инфекция, то есть все должно быть на своем месте, не выходить за пределы порога своего, чтобы не навредить организму, и когда происходят аутоиммунные заболевания, наш иммунитет против своих тканей и клеток начинает вырабатывать антитела, то есть такие комплексы, которые разрушают вот эти клетки, которые иммунитет считает антигеном, то есть против нашей генной информации, и вот эти аутоиммунные заболевания на самом деле за последние лет, наверное, 20, по нарастающей увеличиваются, их очень много, этих аутоиммунных, не только щитовидной железы, а вообще аутоиммунных заболеваний, поскольку, опять же, изменились условия жизни, очень большое количество стрессов, например, если мы говорим о щитовидной железе, это орган гормональный, и наши стрессы, они управляются гормональной системой, и когда это острые или хронические долго текущие стрессы, они меняют соотношение сил гормонов, и может, вот как раз клетки щитовидной железы, которые вырабатывают гормоны, они могут сначала, вот обычно идет повышенная выработка гормонов, потому что реакция на стресс повышена, а потом, когда, во-первых, клетка истощается, во-вторых, иммунная система, она отмечает, что так быть не должно, включаются механизмы иногда и переохлаждения, иногда и какой-то инфекции, иногда дополнительные гормональные сбои, например, беременность, роды у женщины, или большая физическая нагрузка у мужчины, или там нарушение по части половых функций, и это все как рикошетом бьет и на эмоции, и на щитовидную железу, и когда клетки воспаляются, на них иммунная система вырабатывает антитела, и их переводит в состояние в лучшем случае неработающих, заканчивается это тем, что эти клетки из живой функциональной клетки становятся склерозированными, фиброзными, то есть они погибают, и, соответственно, некому вырабатывать гормоны, а щитовидная железа, она считается как бы дирижером гормонального оркестра, и абсолютно разные симптомы бывают при этих нарушениях, то есть, как правило, аутоиммунный идет гипотиреоз, то есть снижение функции щитовидной железы, и когда снижается выработка гормонов и функции щитовидной железы, то есть, опять же, как я говорю, при стрессах, при различных инфекционных заболеваниях, экология плохая, там, где мы живем, какие-то могут быть даже механические травмы в области шеи, то появляются симптомы, сначала они могут уносить общий такой характер, усталость, потливость, раздражительность, там, и так далее, нарушается сон, потом меняются обменные процессы, меняется вес или избыточный, или, наоборот, похудение, появляется боль в суставах, то есть, общего такого плана симптомы, и часто не сразу даже могут определить врачи, поскольку это даже сам человек может не обращаться, потому что списывает это на те же там, стрессы, на ту же повышенную там ответственность, много работаю, нарушается память, внимание, там, много с документами, то есть, всегда есть на что списать, и я очень мало встречала в своей врачебной практике людей, которые приходили с первыми симптомами, и, как правило, это были паникеры, которые вот, ну, правда, это очень несущественно, они бегут к врачу. В основном люди, у нас же, особенно вот на постсоветском пространстве, люди очень грамотные, а сейчас Google в помощь, блоги, можно послушать и узнать, как пролечился другой, или узнать у подружки, и заняться самолечением, да, и одни и те же симптомы у двух людей, это могут быть симптомы абсолютно разных заболеваний, и я часто слышу в наших вопросах, когда, или в отзывах, когда люди говорят, что вот я принимаю там сколько-то лет эльтерапсин, а гормон щитовидной железы, ну, это заместительная терапия, если своих гормонов нет, их нужно дать, возможно, клетка начнет вырабатывать, если она не погибла, разные стадии есть гипотириозы, и действительно есть такие клиенты фитлайн, которые уходят от гормонов, и перестают их пить, и продолжают себя прекрасно чувствовать, но это скорее исключение, чем правило, потому что если назначена заместительная терапия, особенно если она уже длится долго, 5 лет, 10 лет, то есть когда дается готовый гормон, даже если клетки могли что-то вырабатывать, они, ну, кто будет трудиться, да, если, зачем жевать суп-пюре, да, если его просто можно проглотить, то есть всегда энергия организмом не тратится, если можно не потратить, и поэтому если мы принимаем, человек принимает гормон при аутоиммунном тиреоидите, то часто это бывает пожизненно, знаете, вы не считаете, что это какая-то прям катастрофа, потому что без гормона щитовидной железы намного больше, намного хуже последствия, чем с этим гормоном, но для того, чтобы минимизировать осложнения, какие могут быть осложнения, когда у нас работают свои железы внутренней секреции, которые вырабатывают гормоны, они вырабатывают то количество гормонов, которое нам нужно сейчас в данный период времени, в данный период года, наше эмоциональное состояние, наше физическое состояние, цикл месячный у женщин, возраст, то есть организм дозирует, и это потрясающе, шикарно, и вот этот дирижер нашей щитовидной железы, она и как бы управляет, сколько гормонов будет выделять надпочечники, яичники и так далее, но как только человек пьет заместительную гормонотерапию, это всегда одна дозировка, всегда одна, или человек сегодня отдыхает на курорте, на солнце, или он вернулся и сегодня он физически работает в холодном помещении, это всегда одна дозировка, необходимость, количество гормона разная, и вот это разное, вот избыток или недостаток гормона, он будет влиять на все органы и системы, и для того, чтобы это влияние было отрицательное, минимальное, мы и пьем, я и рекомендую фитлайн, чтобы организм смог это отрегулировать, и тут всегда идет, жизненный тонус всегда идет, а дальше уже в зависимости от того, то есть оптимальное обязательно, омега и Q10 обязательно, и тут уже дальше в зависимости от того, что еще у данного человека больше превалирует, или это быстрая утомляемость, тогда мы можем добавить еще активайз, или это холодные руки-ноги, мы можем добавить моноген, или это припухлость боли в суставах, геллингфит, аминокислоты, то есть мы тогда уже добавляем, знаете, как вот заполняем мозаику и делаем свою картину, но здесь можно просто начать пить, я вас всех очень призываю, знаете, нам, когда мы покупаем любую технику, мы всегда читаем инструкцию, вот всегда, на любую бытовую технику, или есть человек, который читает, нам объясняет, как включать, как работать этим прибором, но когда это элементарно, телефон новый, да, или там кофеварка, там и так далее, но когда мы себя эксплуатируем, мы часто даже не задумываемся, как мы устроены, как все работает, вообще, как работает продукт сетлайн при нормальных процессах, и что он может изменить, если есть патология, так вот для этого у нас есть замечательный справочник, у нас есть замечательная информация от научного совета, и мы можем открыть и почитать один, два, десять, двадцать пять раз столько, сколько нужно, чтобы понять, что вам подходит, в каких количествах, но, как я уже вам предложила, не меньше суточных дозировок, потому что эти дозировки являются профилактическими, то есть для здорового человека, если патология есть, мы начинаем с меньших дозировок, так всегда начинаем с меньших, и постепенно выходим на суточные и больше, и расширяем тогда ассортимент, чтобы вот все, что есть еще из-за аутоиммунного тиреоидита, что уже поломано, чтобы максимально его поддержать и отремонтировать. Спасибо большое, Ликвина, за столь подробно, очень, очень, очень понятно и очень полезно, напоминая о том, что с справочниками можно обратиться в офис и приобрести их в печатном виде, а также наши чудесные справочники, я вообще всегда говорю, наша компания настолько педантична, настолько подходит, серьезно подходит к проекту, что составил даже, я даже не могу назвать его справочником, это краткое, емкое, понятное человеческим языком описание, зачем нам нужны витамины, что туда входит, в каком количестве и как это сработает на наш организм. Поэтому, есть в печатном, пожалуйста, обращайтесь в офис, в электронном, спросите, спросите, кто вас сюда пригласил, своего спонсора, где можно взять в печатном виде, вернее, в электронном виде, электронную версию справочника. Да, хорошо, и вот тоже сейчас еще один, тоже сейчас, к сожалению, стало распространено, заболевание, назовем таким образом или диагноз, это рассеянный склероз. И вот, какие рекомендации вы можете дать при вот таких заболеваниях, потому что сейчас это уже, ну, в кавычках, популярное заболевание? Да, ну, это не то, чтобы популярное, просто, да, его стали чаще диагностировать, и, опять же, я знаю, у меня есть несколько знакомых с таким заболеванием, и, как правило, это, как правило, это молодые женщины. Женщины чаще мужчин болеют, и в молодом именно возрасте, там, с 15-20 лет может начинаться, и до 40 вот начинается это заболевание. И, конечно, современными методами лечения оно может немножко замедлиться, его прогрессирование, но не лечится традиционной медициной, к сожалению, потому что идут очень серьезные разрушения. Кстати, герсейный склероз также относится к аутоиммунным заболеваниям. Вот видите, как у нас наш кислород, мы им дышим, и он же нас окисляет, и стареет, и также точно так же и иммунитет, который призван нас защищать, он же нас и может разрушать. И вот к этому относятся, к разрушающему действию иммунной системы, относятся также рассеянный склероз, это заболевание нервной системы, то есть если аутоиммунный на щитовидную железу направленные антитела, то здесь разрушаются миелиновые оболочки нервов. Что это такое? То есть когда человек хочет выполнить какое-то движение, то есть или даже любая какая-то реакция физиологическая, сходить в туалет, сделать шаги, то есть даже неосмысленная реакция, когда мы двигаемся, мы же не думаем, вот мы сейчас правую ногу переставим в левую, у нас это идет автоматически, или там где-то почесать, что-то поднести, то есть это все происходит за счет того, что мозг посылает нервные импульсы, и они через целую сеть нервных клеток передаются через нервные окончания, потому что нервная клетка, она отличается от обычной тем, что имеет выросты, аксоны такие, и вот эти разветвления, они не соприкасаются друг с другом, и ряд оксонов, ну как бы переходит нервный импульс от одного оксона к другому, и вот эти как бы нервные провода такие, они должны быть изолированы, потому что нервный импульс это электрический импульс, это наверняка чувствовал кто-то, когда вот то комбило, да, и мы автоматически оттягивали руку, то есть сокращение отшло автоматическое, то есть электрический такой нервный импульс, он передает как бы реакцию от головного спинного мозга в нейроны, к периферическим нейронам, и вот эта электроизоляция, это миелин, это называется миелиновая оболочка, она на 75% состоит из жира, из липидов, и на 25% состоит из белков, и по каким-то почему-то, по каким-то причинам, тоже, если бы знали, вот я почему говорю, что диагноз это 50% лечения, если бы знали, диагноз могут поставить, но если мы не знаем причины, почему, то и лечить, непонятно, что лечить, и поэтому просто симптоматически оказывают помощь, а миелин при рассеянном склерозе, почему называется так заболевание, склероз, это там, где участки миелина как бы разрушаются, нерв оголяется, вот представьте, что у вас дома электропроводка, то есть электрические провода, в которых сгорела электропроводка, прохудилась, да, и может быть короткое замыкание, как минимум вырубит свет, а как максимум пожар, и вот эта изоляция, когда разрушается иммунными клетками, почему-то разрушается, то оголяются нервные окончания и теряется этот электрический импульс, он не проходит дальше, и человек начинает хуже двигаться, замедленные движения, замедленная обработка информации, и вот эти вот участки, когда выпадают миелиновые ткани, они замещаются склерозированными тканями, склероз, склероз это плотная такая фиброзная ткань, которая не проводит нервный импульс, которая не болит, потому что в ней нет нервных окончаний и сосудов, и по сути это просто, знаете, организм залатал брешь, и там уже нет жизни, и вот этот склероз, он может быть рассеянным по организму, у кого-то в руках, у кого-то в ногах, у кого-то в головном мозге какие-то проблемы могут быть с когнитивными способностями, с памятью, с речью, и еще в какой-то ноге, то есть в разных участках, поэтому он рассеянный склероз, и когда замещаются вот эти вот, ну, когда нервные окончания перестают быть покрыты миелином, они постепенно укорачиваются, потому что хотят защитить себя этой оболочкой, и, соответственно, нарушается передача нервного импульса, и, к сожалению, да, сейчас это, опять же, чаще стали диагностировать, не только потому, часто я слышу такое, лучше диагностика, лучше медицина стало, да, я не спорю, стало лучше медицина, но очень много стало факторов, которые способствуют изменению и миелина, и других органов и тканей, клеток органов и тканей, поскольку, опять же, это наше питание, это наш образ жизни, это физическое переутомление, очень часто сказывается, работа в каких-то неблагоприятных условиях, без ночного сна, гормональные какие-то нарушения, могут быть как бы пусковым моментом, например, в молодом возрасте вот эти гормональные перестройки организма у девушек или ранее беременности, ну то есть какие-то моменты обязательно есть пусковым фактором, избыточный вес, например, нарушение белкового питания, когда дефицит белка, 75% жира, 25% белка, если не хватает белка, не хватает полноценного белка, плохое нарушение синдром алиабсорбции, то есть нарушение всасывания питательных веществ, то нечего строить миелин, и тогда организму проще склерозировать и пустить ресурс на жизненно важные органы, на сердцебиение, например, на работу сердца и так далее. Поэтому здесь, к сожалению, вот когда происходит склероз, это необратимые последствия, необратимые, повторю, в склерозированной ткани нет сосудов, и что бы мы ни давали из витаминов и минералов, оно туда не пройдет. Но если есть только начало повреждений, то есть мы реально можем замедлить этот процесс, мы можем улучшить качество, потому что если бы началось разрушение, но склероза еще нет, и мы дали полноценные жирные кислоты, омега-3 с витамином Е, с коэнзимом Q10 в повышенных дозировках, не 35 капель, а по 35 капель три раза в день, да, это затратно, но инвалидность, она и, потому что эта болезнь, она приводит к инвалидности, и часто люди не могут себя обслуживать, это очень тяжелое заболевание, и не знаю, надо искать ресурсы, надо писать, сейчас есть возможность собирать там через волонтеров, через соцсети, нужно, чтобы люди, которые окружают этих больных, были более социально активны, потому что, да, это дорого, болеть еще дороже, поэтому здесь большие дозировки жирных кислот, здесь обязательно аминокислоты, это, ну, сразу с оптимальным сетом, то есть это, как бы, уже именно лечение будет, потому что структура миелина будет восстанавливаться, ну и плюс, конечно, стрессы ограничить, переохлаждение, изменить питание, там, то есть нужно, если к болезни что-то привело, нужно максимально изменить, ну подумать, что можно изменить, режим дня, там, людей вокруг себя, потому что, ну часто, токсическое окружение, оно не только, ну да, оно съедает нервную систему, в том числе и ресурсы наши, и поэтому здесь многое можно исправить, но фитлайн будет помогать в этом, потому что фитлайн запуски дает разных процессов, и минералами, и витаминами, и антиоксидантами, цельшуц надо тоже в больших дозировках пить тоже 3-4 раза в день, то есть тут все нужно в больших дозировках, потому что нет времени растягивать на 1 третью, на половину дозы, нет времени, процесс разрушения, если запущен, потому что вот эти все бляшки, которые образуются, склероз, это бляшки, которые, вот этих склерозированных, милиновых волокон, они будут и дальше, потому что если уже какой-то процесс запущен, склерозирование, то вот эта единственная, даже первая бляшка, она будет все больше активировать иммунитет на разрушение, потому что эта бляшка есть инородное тело, и организм будет, иммунная система будет вырабатывать антитела и будет усугублять разрушение, поэтому здесь некогда оттягивать, ждать, и все, что положено врачом, потому что многие лекарственные препараты, они симптомы снимают, улучшают качество жизни, но разрушение не останавливают, поэтому нужно остановить разрушение, и Фитлайн в этом помогает, у меня есть очень хорошие результаты, очень хорошие, когда женщина буквально лежачая, она смогла сидеть, смогла там худо-бедно сама там держать ложку и кушать, а до этого абсолютно все движения уже были невозможны, в памперсах просто молодая женщина 42 года полным инвалидом была, поэтому даже улучшить качество, никто не говорит, что такой человек сможет бегать, вести абсолютно, быть здоровым, но быть максимально близким к здоровью возможно, возможно, это есть для этого примеры. Да, спасибо огромное, подводим итоги, значит, это оптимальный сет, усиленные дозировки омега и коэнзима, то есть 3 раза в сутки по 35 капель, то есть дозировки прописаны ученым советом. Также цельшурс в усиленной форме, это 2-3 раза в день, правильно я понимаю? Да, правильно, и аминокислоты, и, кстати, кислоты тоже, если 6 капсул, это дозировка наша, 12 капсул в день, 18, опять же, это может быть женщина 45 килограмм, но, как правило, они с пониженным весом, но все равно это может быть женщина или мужчина 80 килограмм, ну и понятно, что это же нужны разные дозировки, и это аминокислоты 8, 12, 20 капсул в день, для того, чтобы разрушение остановить и восстановить вот эту электроизолирующую оболочку нервов. Огромное спасибо, время бежит неумолимо, вопросов, конечно, еще осталось много, но половина есть, да, еще один вопрос сейчас рассмотрим, накидали там много нам вопросов, очень, кстати, разные, интересные, поэтому думаю, что этот формат у нас будет, приживется, и людям это интересно, поэтому, Людмила, готовьтесь быть полезным, быть полезным человечеству. Ну что ж, я хочу тоже очень, идет по порядку, ну, действительно, очень часто задаваемый вопрос, частая проблема, это гемоглобин, пониженный гемоглобин, при том, что люди пьют и фитлайн, и гемоглобин на низком уровне. По каким причинам он так может быть, то есть, вот можно какой-то краткий экскурс? да, краткий экскурс, потому что, ну, правда, такая основательная тема, гемоглобин, вы уже, наверное, знаете, что это белок, который содержит железо, и этот белок прикреплен к эритроциту, и, соответственно, переносит кислород из легких во все наши ткани, клетки, органы, то есть, такой транспортный белок с помощью железа захватывает кислород и переносит в ткани. И без кислорода ни мы не можем жить больше там 3-5 минут, ни клетки наши, и поэтому это постоянно мы дышим еще внутриутробно, ну, через пуповину идет кислород, рождается ребенок, первый вдох, и до последнего вдоха у нас постоянно циркулирует кислород в большей или меньшей степени. Это зависит от состояния легких, сосудистой системы, эритроцитов, гемоглобина и так далее. То есть, разные причины. Но поэтому есть показатели гемоглобина, норма для детей, для взрослых, для беременных, для мужчин, женщин, и в то же время есть показатели сниженного гемоглобина, легкая степень, когда снижается гемоглобин, называется это анемия. Легкая степень, она имеет средняя, тяжелая степень, то есть, меньше там 70 грамм на литр. Вот, и причем, опять же, у детей разного возраста, у взрослых это немножко могут отличаться, ненамного. В первый год жизни самый высокий уровень гемоглобина, потом он может, будет снижаться. Так вот, для того, чтобы понять, почему гемоглобин снижен, не так много вообще механизмов снижения, но причин может быть очень много. Значит, один из механизмов это кровопотеря. Элементарно теряются с кровью эритроциты с железом, и, соответственно, его становится меньше. И причем это может быть как от, например, кровопотери острой во время, например, операции или травмы какой-то, или кровопотеря у женщины во время месячного цикла, или это может быть скрытая кровопотеря, когда есть эрозия в желудочно-кишечном тракте, и они постепенно, кровь хронически подтекает, и она связывается, черный стул появляется, тоже нужно за этим следить. И, знаете, кстати, я когда начинала работать с нутрицептиками, с БАДами, я училась в Китае, и там большое количество часов и лекций было посвящено стулу, то есть калу, выделением цвет, запах, количество, форма, и так далее, консистенция, и это очень разные показатели состояния нашего здоровья. И я не часто, но иногда я сталкиваюсь, но бывает такое, что люди не знают какого цвета у них стул и как бы не интересуются этим. Это не очень может быть такая приятная для разговора тема, но это наша жизнь, это физиология, и вот когда темный становится, прям такой темно-практически черный цвет кала, это значит гемоглобин накислился, то есть кровь стала черной, и обязательно нужно обращаться, особенно при хронической усталости, бледность кожных покровов, быстро человек утомляется, то есть нужно на это обращать внимание. То есть кровопотери могут быть разные, или видимые, или невидимые. Также может быть недостаточное производство эритроцитов в костном мозге, то есть клетки крови, на которые будет прикрепляться гемоглобин и переносить железо. То есть недостаточно носителей, и почему они не образуются в костном мозге, недостаточно образуются, а это могут быть опухоли, злокачественные, это могут быть лимфомы, это могут быть то есть все, что связано с производством костный мозг. Это могут быть просто еще не, вот если это особенно маленький возраст, детский, то это еще не состоятельность костного мозга. То есть тут тоже могут быть разные причины, нужно обследоваться. И третья причина это усиленное разрушение эритроцитов, то есть или первая была причина потери, а не причина, а механизм. А еще один механизм это разрушение. То есть это тоже может быть при разных заболеваниях, так называемый гемолиз, почему разрушаются эритроциты. Чаще это связано с токсическим воздействием каких-то ядов, каких-то промышленных, на промышленных производствах человек работает. То есть это могут быть разрушения из-за лечения, например, при онкологии, когда химиотерапию проводят, лучевое воздействие, то есть разрушаются эритроциты, соответственно, снижается гемоглобин. Ну, а причины для всех этих состояний тоже могут быть совершенно разные. Как я уже сказала, это могут быть злокачественные опухоли, это могут быть различные лимфомы, то есть это тоже относится к злокачественным опухолям, это могут быть железодефицитная анемия, когда нет В12 и фактор в желудке, автор называется «По мне, о чем мне скажет», он не может связать и усвоить, человек не может связать и усвоить железо. Это могут быть различные воспалительные заболевания в кишечнике, то есть нужно на это обращать внимание, вздутие живота, урчание, там, несформированный стул, газообразование, то есть это говорит о том, что нарушается процесс всасывания, как же железо дойдет до крови и начнет улавливать кислород. То есть это могут быть нарушения таких синдромов маляпсорбции, когда есть генетические какие-то нарушения во всасывании, это могут быть заболевания почек, печени, это могут быть, если это дети, недоношенность детей или рождение, там, многоплодная беременность или ранняя недоношенность, несозревший кишечник и так далее. Это могут быть паразитарные инфекции, потому что паразиты, они, поэтому и называются паразитами, они паразитируют за счет нас, за счет нашего ресурса и то, что должно дойти, мы даем еди для наших клеток, это используют паразиты, за счет этого тоже дефицит питательных веществ для синтеза гемоглобина и так далее. Различные инфекции могут быть, очень много инфекций, которые сопровождаются снижением гемоглобина, потому что тоже включается организм и тратит ресурс на иммунную систему. Дыхательная недостаточность, аллергические состояния, один из факторов снижения гемоглобина, когда аллергены циркулируют и также ресурс мы тратим. Это может быть элементарное недоедание, когда человек сидит на диете, когда он ограничивает какую-то группу продуктов, не ест мясо, например, и не компенсирует ничем, потому что, например, витамин D3, B12, они есть и в растениях, но в растениях D в форме D2, в животных D3, а B12 очень, знаете, мы не можем стать жвачными животными, есть целый день перерабатывать растения, чтобы наполнить себя количеством этого витамина B12, и поэтому здесь очень много факторов, и поэтому нужно отследить, поэтому и нужно и обследоваться, и проконсультироваться у врача, и посмотреть на свое питание, на хронические болезни, потому что просто говорить, что гемоглобин съешьте железо, ну можно его есть, но если не будет белка, который будет его переносить, возможно это элементарное белковое голодание, человек ест мало белка, например, вегетарианец, и не компенсирует дефицит аминокислот, потому что из наших тканей печень синтезирует 12 аминокислот, а 8 нужно обязательно получать из пищи, чтобы сформировался полноценный белок, и если мы не едим, например, или ограничиваем себя в мясе, то нам нужно эти аминокислоты где-то взять, и вот у нас прошейпамину при сниженном гемоглобине номер 1. Конечно, я не буду повторяться, оптимальный сет обязательно, омега, если детки, а если взрослые, плюсы, Q10, и следующий сразу аминокислоты с первого дня. Потом можно добавить и дедринк, если это относится, например, к интоксикационному фактору, химиотерапия или вредные воздействия, избыток лекарств, курение, алкоголь, дедринк пропить 3-4 курса. Тут уже подключают то, что по возрасту, по условиям жизни, деятельности вашей будет зависеть от многих факторов. А повышенный гемоглобин, это те же причины могут быть, что он повышенный? Повышенный гемоглобин встречается гораздо леже, могут быть, нет, причины могут быть, знаете, ничего нет, в медицине такая наука может быть, а может и не быть. При одинаковых условиях мы с вами, например, попадаем в вирусную среду, и кто-то заболел, или кто-то легко, кто-то тяжело, кто-то с летальным исходом, а кто-то не заболел, и при этом у него через время есть антитела. То есть здесь, понимаете, фактор, программа, программа такая же, или программа, смотрите, я всегда, когда повышен гемоглобин, сразу спрашиваю у человека, сколько он пьет жидкости, и вы не поверите, что просто выпивая положенную норму воды, вы уже его снизите, гемоглобин, потому что повышенный гемоглобин, это количественный анализ белка в крови, если жидкая часть плазма, ее становится меньше, то, соответственно, даже тоже количество гемоглобина при достаточной плазме и при уменьшенной будет разным. Ну, это как вы добавите в суп ложку соли нормальной, или вы три ложки соли добавите, и он уже будет несъедобный. То есть концентрация будет меняться от количества жидкости, поэтому в первую очередь, и это основное, потому что бывает человек избыточный вес, много потеет, вот гормональное какое-то там, да, есть условие для этого, или работает там в таких условиях, он теряет жидкости больше, чем выпивает, а выпивает мало, потому что не привык, не любит, неудобно ходить в туалет на работе, еще что-то, и он утром чай, и вечером чай, это милый кофе, и все, и этого недостаточно, понятно, что будет гемоглобин высокий, но тоже может быть при разных причинах и при тех же заболеваниях печени, то есть это нужно смотреть, нужно, то есть первое, что надо сделать, пить достаточное количество воды на протяжении какого-то времени и через неделю-две сделать повторный анализ, а если это происходит в стационаре, человек лежит, у него повышенный гемоглобин, это, конечно, лекарственные препараты, капельницы, потому что не всегда человек может выпивать достаточное количество воды, если проблемы с почками, например, фильтрационные нарушения, и человек не может фильтровать, достаточное количество нагрузка на сердце, отеки, тогда уже нужно только с врачом решать по количеству воды и по разжижению крови. Спасибо огромное, спасибо огромное за ваше знание, за ваш труд, знаете, я не побоюсь этого слова служения людям, потому что это действительно то бесценное, самый бесценный дар, который у нас есть, это наше знание, которое мы можем передавать дальше, поэтому спасибо огромное, наше время подошло к концу, время пробежало неумолимо, да, мы были даже чуть-чуть больше часа, и вопросы еще остались, и, конечно, я думаю, что у нас сейчас как-то в студии 361 человек, никто не собирается уходить, мало того, они бы еще сидели, слушали, но оставим это на следующий наш эфир, напоминая о том, что вы можете обратиться в ученый совет и написать ваш вопрос, что вам порекомендовали программу, еще раз напомню, что пишите по одному человеку и пишите просто четкий вопрос, если у вас специфическая ситуация, серьезная ситуация, можно, Наташа, можно, извини, можно, я добавлю, обязательно пишите, пожалуйста, понимаете, диагноз, еще раз напомню, это не приговор, во-первых, а во-вторых, он может быть у разных людей, пишите, пожалуйста, возраст, пол, вес, сколько человек болеет, какие проявления, понимаете, потому что, ну, разные, низкий гемоглобин, насколько низкий, люди бывают с низким гемоглобином, бегают марафоны, а бывает, лежит в стационаре под капельницей, состояние напишите, но проявите такое, знаете, внимание к тому, чтобы получить, да, чтобы получить, ну, как бы, более качественный ответ. Да, и напоминаю о том, что если вы проходите лечение, проходите лечение, потому что фитлайн не заменяет лекарства, но что вы можете получить последствия, то вы можете снизить дозу лекарственных препаратов, и можете вообще последствия, в принципе, от них отказаться, а фитлайн могу, как поддерживающей терапии. И если уже есть серьезные вопросы, ну, то бишь, которые требуют детального рассмотрения, пожалуйста, вы можете обратиться к Людмиле Ткачук за индивидуальной консультацией, чтобы разобрать вашу ситуацию более подробно. Ну, и есть, конечно же, хорошая новость у нас, в эту субботу, 18 декабря, у нас состоится рождественская, просто рождественская бизнес-академия, где Людмила Ткачук поделится с вами более подробно о жизненном тонусе и еще о некоторых продуктах, о которых вы узнаете на бизнес-академии. Оставлю, как любит наш, говорит Гидобух, интригу. Да. Спасибо всем за ваше внимание, за желание разбираться в своем здоровье. Здоровье у вас одно, и, знаете, не перекладывайте эту обязанность не просто на врачей, на своих близких людей. Я всегда говорю, это я не конкретно кому-то из вас, а вот говорю к условному такому пациенту, вы наели себе 120 килограмм, вы заработали себе кучу болячек, вы живете на лекарствах. Почему ваши дети, муж, жена должны это тело перемещать и зарабатывать вам на лекарства и вас обслуживают? Мы все в равных условиях. Нужно просто включить мозг, это главный центр нашего управления полетом. Нужно получить знания, нужно послушать рекомендации специалистов. Я прошу вас, не ударяйтесь в диеты, не ударяйтесь в... Не буду называть платформы, где вы там закупаете или ваши знакомые отдельно кальций, отдельно магний для детей. То есть набирается эта продукция на эйфории, на эмоциях, как это работает, кто гарантирует, что там это есть внутри, как оно взаимодействует между собой в вашем организме, никто вам не скажет. Понимаете, просто нужно обращаться именно к специалистам, вникать в информацию, прислушиваться к себе, и всегда вы получите правильный ответ, если вы зададите правильные вопросы. Поэтому Фитлайн очень нам в этом поможет. Да, просто и успешно, просто вкусно и эффективно. Спасибо, Людмила, огромное. Спасибо за ваше уделенное время. Спасибо нашей администрации, украинскому отделению PEM International за организацию такого прекрасного мероприятия. Спасибо всем, кто был с нами. Ну и до встречи на следующем эфире. Спасибо. Всем до свидания. Спасибо. Спасибо.